здравствуйте дорогие гитаристы здравствуйте сегодня мы с вами разберем анонсированный мной недавно наигрыш точнее три наигрыша русского барыня и бешеная почему так называется русского барыня и бешеная ну во первых у этого наигрыша точнее у этих наигрыши есть разные названия это в первую очередь то есть барни русского и бешеный это один и тот же наигрыш просто играется по-разному и с разным так скажем с разными вариациями но по сути это одна один типологический наигрыш то есть как бы одна типология но разные вариации вот теперь второе наигрыш различается отчасти еще и темпа ритмом то есть один наигрыш медленный другой еще быстрее а 3 совсем быстрый плюс наигрыш отличается в третьем это тем что контекстуально то есть контексте в зависимости от том где мы его играем то есть он зависит от например если мы играем по женскую медленную спокойную пляску или пляску по старинному как любят бабушки как любит старшее поколение это называется барыня если мы играем довольно в таком ядреном темпе среднем но таким качающим это русского и как правило его играет под пляску мужчинам в кадриле парных плясках различных таких динамичных хороводах и какой-нибудь пляски там например троечка на троих там например на пару пара на пару то есть разные вариации там кадрилки маленькие кадрилки маленькие форма кадриле кадриле собственно ручейки различные так далее и третье это очень быстрый темп пляски называется бешено собственно по любому русскому человеку понятно что бешено это что-то очень быстро вот разберем с вами как он играется все три нагреши суть сводится к тому что если мы упростим в самой простой форме это будет просто чередование двух аккордов все это очень простой простая форма или например тональности балайшны в первой тональности играет на балайке или как мы сыграем на семиструнной гитаре есть кстати еще один вариант вот такой например но это все вариации мы разберем прям вот с басами как мы играем на гитаре давайте возьмем пример вот как раз я скидывал дедушку из липецкой области он играет вот в этой позиции то есть вот позиции лесенки это у него как бы тонический аккорд все остальное у него как бы дополнение то есть тоника здесь не будет давайте попробуем вот собственно в этой тональности тем более мы имеем как бы этнографический факт что мы будем делать мы будем играть сначала барами давайте начнем сначала барами барами но сделать так получается 1 корт лесенка 2 корт зажатые на втором логу мы будем вот так зажимать басами дальше опять лесенка и или открыто то есть можно сделать открыто можно прижать здесь басы то есть получается мы щиплем вот на этот аккорд мы щиплем получается снизу 4 струна сверху она будет тоже 4 то есть средняя струна дальше здесь мы делаем такое кольцо да здесь бас щиплем толстую струну 2 сверху если 7 струны гитары или снизу она будет у нас получается 6 опять возвращаемся с этим же басом средней струны и и здесь или открытый здесь будет толстый бас 6 струна или либо можем щипать третью струну снизу ну здесь как угодно ну возьмем вот такой вариант просто вот такая это барыня то есть получается у нас будет она с припевкой барыня барыня сударыня барыня барыня ты моя сударыня тоже вот есть еще различные вариации барыни игры там например в другой тональность например да вот но это уже с вариантами мелодии мы пока что не будем касаться теперь русского разберем второе нагреш чуть побыстрее по темпу и в контексте уже не по старинную пляску в развалочку с платочком и расхожу как любят бабушки любят старые люди даже было такое мнение что барыня это все-таки пляска именно под лапать в лаптях то есть очень удобно пристать таким при шашки при шарики шуме и перевалочным таки простыми шагами вот а вот уже каблучки и сапожки сапожки это уже хорошо уже как раз под русского более средний темп пляски он будет у нас такой русского играется уже появляется новый аккорд вот этот нижний получается дальше а бас ощупим шестую струну дальше открыто и может вас уже щипать пятую струну снизу теперь ставим лесенку и щиплим ее бас вот этого аккорда средней струны и уводим на 5 на пятую струну тонкую здесь мы третью струну заместо баса используем можно верхнюю шестую это 6 стронки 7 там учатся та же самая струна 6 получается у нас будет следующим образом как бы нисходящее поступать ну то есть вот у русского темп довольно таки уже динамичные то есть но он средний то есть можно еще добавлять то есть получается мы на пятом ладу басы у нас будут так толстые шестая струна дальше открыто дальше средняя струна как предыдущий также так вот динамичный бас теперь если с русскими бар не понятно да то теперь переходим бешеный что такое бешеный бешеный наигрыш я сам записал в омской области неоднократно от ивана битехтина от дяди митий соседа в омске от так скажем от старожилов от челдонов это наигрыш сохраняется а именно используется под мужскую быструю пляску по сути дела это своего рода некий темп трепака быстрая пляска мужская и в липецкой области например играет уже трепака точнее бешеные играют на свадьбах кстати во владимирской области он есть записи в костромской то есть центральная область московская там тоже есть бешеная ярославская область там есть тоже на их бешеная встречается как в записях на гармошке на балайке на других инструментах и его играют получается как бы в двух тональностях соединяя и русского и бар не чем отличается русского от бар не вы я надеюсь поняли то есть еще раз для обозначу бароня начинается с тоники и заканчивается на доминанте то есть вот например у нас тоника барыня барыня на суд доминанте либо на доминанте на втором аккорде а русского надо наоборот начинается с доминантного аккорда и заканчивается на тонике вот такая штука то то есть тоника получается бешено получается у нас играется двух тональностях я возьму пример варианта муромского района омской области и дядя дмитрий из омской области город омск это игра боем вот такой последовательности то есть в двух получается тональностях 1 как бы у нас играется барыня теперь играем русского и снова барыню и русского вот у нас получается как бы из двух наигрыш и из чередование барыни и русского нас получается бешеный поется тоже так же она может петься как бы получается либо на момент русского либо в момент барыня тогда соответственно если вы поете во время барыни на напев барыни то у вас будет проигрыш в русском а если вы поете во время русского во время исполнения русского то получается вас проигрыш барыня будет вот ну здесь все я думаю понятно еще раз для закрепления играем следующим образом медленно а потом быстро поиграю медленно начинаем преимущество того что вы отпускаете руку полностью да вы даете отдохнуть как бы немножечко это такая компенсаторная функция то есть вы напряжение сбрасывайте поэтому можно составить сюда можно открыто четыре раза играем теперь играем русского тоже четыре раза то есть и снова барыня темп делаем вот примерно такой на балайке темп вот такой играет здесь барыня можно собственно играть вариант то есть на двух аккордах при быстрой игре то есть темп довольно быстро и бешеный и так за сегодня мы с вами разобрали барыню русского и бешеный вариации игры мелодии довольно много но я сейчас не ставлю задачу разбирать мелодии потому что мелодии великое множество и сколько музыкантов столько и мелодий каждый сочиняет свою добавляет если более расхожие мелодии повторяешься известны ну вот например как я уже играл там прямо такое вот есть варианты русского то ну и так далее их очень много вот и все можно встраивать в игру нагреши также хотелось бы отметить что я показал лишь пример в этой аппликатуре в этой тонике можно играть эти нагреши в другой тонике то есть взять например за основу вот эту то есть то есть то есть то есть ну и так далее то есть вот различные аппликатуры можно наоборот от второго лада и так далее то есть то есть различные аппликатуры есть различные тональности но здесь это не принципиально принципиально если вы например играете мелодию то там можно конечно есть удобные позиции для игры мелодии вот ну я вам показал как бы игру именно аккомпанирующую именно такую больше наверное ритмическую то есть именно под пляску то есть если играет вторая гитара или бандурка или балалайка то она может выигрывать свои мелодии как бы добавлять а гитара ведет так скажем аккомпанирующую партию либо меняться местами тогда гитара будет играть мелодию более мелодические такие ходы балайка или гитара вторая играет именно такой чёс вот на этом большое спасибо за внимание если будут вопросы задавайте я постараюсь ответить и до следующих видео уроков следующие видео уроки я постараюсь разобрать песни начнем с вечерочных а затем перейдем на лирические на протяжные как их играть на на гитаре в русском строе на 7 струнки или на 6 струнки до встречи подписывайтесь до свидания